Вау, я такой маленький, такой маленький, что никто меня не замечает! Приветствую вас всех! Ну вот такая игрушечка, Craft the World, создание, постройка мира. Я уже тут продвинулся довольно-таки хорошо, но буду начинать новую игру. К большому, по сожалению для меня, не могу играть в сидячее. Начал киберпанк, начал арк, ну, приходится. Поэтому вот такая вот игра. Игрушка, я начинал в неё играть, когда она ещё была без дополнений, по-моему, первых вот эти вот три вышло. Некоторые просто добавили карты там, а вот это добавило героев нам. Ну, очень интересно развелась игра с тех пор, как я в неё играл в последний раз. Плюс появилась кучка модул. Это вот вроде бы как увеличивает размер карты, но это можно вызывать существ. В некоторых случаях они на тебя работают, в некоторых случаях... Чтоб твои ребята тренировались, добывали ресурс. Это стартовый пакет, дающий там по чуть-чуть ресурса и кое-какие начальные мастерские. Вот это полезная штука. Я не помню, крафтить можно или нет, но можно покупать. Вот это я стараюсь купить как можно быстрее. Это очень большой рюкзак для гномов. В нём располагается парашют, набор лестниц. У гномы работает лучше. Вот это вот очень классная штука. Это лечебные статуи, которые можешь ставить в места, где твои гномы сражаются очень часто. Это можно... Не знаю, как в ваниле было, когда появились герои. Судя по всему, когда их убивали, надо было по новой покупать эту голову героя, чтобы поставить статую и призвать его. Наемники. Чё-то я вообще не знаю, он грузился или не грузился. У меня версия 1.10 игра, да? С ним я не понял. По идее, как-то, наверное, аж можно нанимать каких-то наёмников. Так. Это выпадает больше всего, больше полезностей животных. Это можно крафтить, open weapon, можно крафтить оружие оппонентов. Свиноводство. Можно приручать свинок. Чуть больше выпадает руды. Оружие 19 века. Интересный мод. Вот я один мод на огнестрел скачивал, но там пушки и СВДшки были, дробовики не работают. Улучшенные машины. Так, вот этот модик с каждым уровнем давал по 5 монеток золота. Я делал ради эксперимента и на 1000 монеток. Ну, в общем, сейчас остановился на 100. Оно для меня лично сбалансировано. А вот это чё за мод? Даже не скажу. Даже не знаю. Ну, вот это получается, у меня два раза моды установлены на чуть больше добычи с руды. Но оно незначительно больше, в общем-то. Такая редкая руда какая-то. Она практически на уровне вагибе осталась. Даже не знаю. Не пробовал включить их дважды. Может, в два раза больше будет приносить. Ну, не знаю. Это будет слишком жирно. Так, уровни удалил. И играть. Новая своя игра. Да, большой. Лесной мир. Лот. Дерево технологии включено. Погоди, а вот так вот что. Песочница. Это всё готово. Всё исследование. Чё-то я не понял. И там всё исследование. И песочница, по идее, всё должно быть исследование. Ну, а сложность очень легко. Оставлю, потому что я абсолютно сейчас не в настроении как-то напрягаться. Так, ну что, начинаем. КВМ. Ну, вот мы появились. Оп, первый гном. Так, первый гном нарисовался. Поэтому пошли. У нас так вот немножко в низине. Блин. Ладно, я понял. Ой, нет. Подожди. Подтупливаю чуть-чуть, чуть-чуть подтупливаю. У нас в низине практически нарисовало. Есть у нас места повыше. Поэтому нас тут может подтапливать. Ну, с другой стороны, здесь мы будем строить свой замок поверхностный. Как сказать, силы поверхностного натяжения будем применять. Так, у нас вот это базовый лагерь с телепортом. Это наш склад. Можно будет потом строить дополнительный. Вот это вот всё, к сожалению, переместить, перенести нельзя будет. Прошу прощения, я так глянул, записываю. Нет у меня склероза, доходящий до маразма. Посему вот такая вот базовая глянная павель. Так, пойди немного пособирай. У нас вот уже готовая дырка есть. В принципе, готовая шахта имеется. Наверное, не знаю. Это были когда-то игрушка про гномиков. Вот такая достаточно интересная. Она тоже плоско-3д-шная была игра. Вот. Очень старенькая. Даже не знаю. Порой я её скачивал много раз, играл много раз, по-разному. Но это, знаете, такой типа сиквел плоский получился. Как бы очень много похожего. Надо будет ту игрушечку поискать обязательно. И засесть с неё играться. Что мы можем создать? У нас есть дерево технологий. Мы можем кое-что создавать. Это у нас одновременно и наш инвентарь и мастерская. Всё, что мы можем скрабить и всё, что у нас есть. Лестничек у нас пока нету. Открывайся древо. Вот у нас это вот книги. Пока у нас всё это закрыто. Я книг крафтил, но пока не заглядывал, когда книги будут. Это открывается, а, это книги откроются на каком-то уровне. Сильно я не разбирался. У нас очень интересно. У нас мы сейчас уже используем вот эти предметы. Но мы должны прокачать вот это всё. Чем больше мы их делаем, мы заполняем вот эту вот шкалу. И у нас открывается следующий уровень. Поэтому даже если что-то не нужно, что-то у тебя уже есть, приходится чем дальше, тем больше делать. Оно валяется на складе. Его потом разобрать, к сожалению, по-моему, нельзя. Так, ну лестнички мы пока делать не моём. Ну, первые уровни довольно быстро набиваются. Вот так, чуть-чуть быстрее. Очень не хочется, конечно, оно потерять, когда быстро, ну, давай. Или нет? Как-то оно некомфортно. Пускай на нормальной скорости будет. Мне понравилось эти вот озёра увеличивать в объёмах, переделывать, перекраивать. Ну, я так понял, когда вот тут вот камень, тогда только вода, когда в нижнем слое камень идёт, тогда вода сохраняется. Если будет грунт, либо что-то кроме камня, то вода со временем, типа, она просачивается туда в почву. Так, а где мы, ну, ага. У боихаяма делаем. У нас второй левел, у нас 105 этих. Да, давайте сразу расскажу. Вот это вот тотем. Он у нас как бы определяет размеры жилой зоны и делает зону жилой, чтобы гномы могли спать, питаться там и прочее, прочее. У нас гномики выросли, поэтому денежка появилась. Начнём потихоньку тратить. И постараемся тратить на полезное. Испечить выживание гномов. Вот это вот стоит. Недорого. Уровень защиты 26. Да, есть брони получше, но у неё нет негативных каких-то там элементов, потому что броня получше, она даёт эффект, ну, например, подвижность уменьшается. И я хочу... Что я хочу? Шлемы, наверное, пока отложим. Это из модика. Где 19-й век. Как Айзерлихт. Гномский райх. Да, дивизия. Аномал. Я просто подумываю, что именно им купить. Я хотел сделать одного стрелка, у меня сейчас денег не хватит. Пока базовое оружие у них пусть останется. Но у меня один будет стрелком. Кашкетек гарный. Даёт 20 брони. Вот у меня два гномыдла. И вот этих я куплю. Я не хочу накупать сразу много, потому что потом я, наверное, смогу их крафтить и получать за это. Сын осыбок трудных и гений паладоксов двух. Ну, сейчас вот лучше маны немножко потратить. Маны совсем мало. Гномы тогда чуть быстрее соберут эти вещи. Так, а где второе гномыдло? У меня два гномыдла. Два. Силдж и Бибур. Девочка Силдж и Бибур. Ну, гномики у нас... Вот та игра, которую я рассказывал про гномов, которая такая полупридешная была. Там гномики и плодятся. Они детёнка выражают. Классненькая. Ну, и надо будет её поискать. Слушай, я в неё реально... Она тоже лежачая игра, можно лёжа играть. Я в неё залипнул надолго, блин. Оу-оу-оу. Вот гномы, когда падают, они у нас немного убиваются. Нас новое. Поэтому вот это вот обязательно надо. Я понял, мы качнули вот это. Мы скоро можем делать броню. Но мы броню купили. Всё равно придётся мне её делать. Некоторая броня, например, она из одной переделывается. И поулучшенный, усиленный вариант. Вот. А самое главное, гномы, покопались с ним. Сходите, заберите. Вы забрали вещи в вашу дивизию? Забрали, вот. Ну, а они всё равно, падлы, будут разбиваться. Я думал, парашют будет работать, когда они вот находятся в свободном падении. Нет, они просто с высоты могут куда-то быстрее добираться. Ну, вот это вот, вот, дали нам первую броню в том модике, который даёт базовые, начальные какие-то предметы. Ну, это у нас девочка. Девочка будет... Блин, у меня не выпала шапка, а шапку купить нельзя. Ну, пока она в кивере походит. Не просто шапочка Индианы Джонс такая есть, или там этого, ковбоя. Классенькая шапочка. А у нас... Вот. У нас тоже вот это мод даёт нам стартовый. Стартовый пакет даёт нам определённые предметы, которые можно сразу уже гномов улучшить. Не, ну, просто это для тех, кто много играл. И вот, с самого начала, вот эти каменные топоры. Мы гномы, гохозяйственные люди. Даже если мы пережили апкокалипсис и перенеслись в новый мир, у нас, у каждого гнома... Сразу вспомнился анекдот Одесса времён, так сказать, первой российской революции 1905-1907 года. И, естественно, там идут еврейские погромы. Ну, и, в общем, всё там у одного еврея. Весь дом разгромили, спалили, всё забрали, всё унесли. Он сидит, плачет такой. И тут старшая дочка подходит. Папа, папа, вы так сильно не страдайте. Я вот ваш будильник золотой с бриллиантами сумела сберечь. О, милая моя, Сарочка, как же ты его спрятала? Ну, папа, вот там я спрятала. Ах, 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 была бы жена, жива моя супруга Розочка, она бы наш золотой зингер туда спрятала. Ну, а зингер это... Швейная машинка, к большому сожалению, у нас, конечно, не золотой, чугунный был. Но родственники взяли его, по-моему, или на металлолом сдали, или не знаю куда, блин. Классный зингер был, настоящий. Он, мать его, кожу шил 10-ти миллиметровую. Подошву можно было делать. Вот у меня прабабушка моя, она как раз в свое время зарабатывала, шила тапочки и шила обувь на этом самом зингере. Ну, такие люди бывают. Когда-то сдали на металлолом папиков этот мотороллер. Мотороллер, на самом деле, первых каких-то советских выпусков мотороллеров, представляете, он сейчас... Я бы не продал бы, на самом деле, ну, просто-напросто, какая у него ценность. Один вообще из первой партии, когда они только появились. Ну, люди вот так вот не ценят. И библиотеки классные у людей разлетаются, если люди сами не читают, блин. Так, ладно, когда если хотя бы за нормальную цену продают. Так, ну, за дарма, блин. Когда-то покупал книжку, но по славянским и российским. Советская книжка, она старая, 60 какого-то года выпуска. По полководцам, там еще до Святослава, там еще с языческих времен. Там книжка суперская, блин. Бабушка за нее просила копейки. У меня тогда было 5 гривен, блин, всего последних. Я увидел эту книжку. Бабушка сказала, да я там за два с чем-то ее сынок продаю. Сын был офицером, помер там. Я говорю, бабуля, книжки этой цены нету. У меня просто денег нет. Да не буду брать, сыночек. Так как это так? Вот, все, последние 5 гривен, все, забирай, блин. Бабуля, я бы тебе месячную зарплату отвалил бы за эту книгу, если б мог. Ну, а кто-то так вот ходил у бабушек. У меня был один знакомый. Вот. Бывший ментяра. Он потом с черными топателями связался и с прочей хелью, блин. Ну, много антиквариата у него было. Он на этом всем наживался. Такой человек. Ну, тоже. Тоже переплачивал денежки, когда вот так вот бабка там что-то продает, блин. Не столько, сколько оно стоит на самом деле, но все-таки более-менее по совести. Хотя и мент. Ну, он из ментов как раз и ушел, когда союз распался, потому что совесть была у человека. Так, ну, а, гном какаску сняла, они иногда шапки снимают, если не в бою. Так, оружие отдал, оружие отдал, все нормально. Сюда можно тоже полезности в этот слотик вставить. Гномики мои, дорогие мои, давайте займемся с вами постройкой. Камень я тратить не хочу. Некоторые дырки надо позаделывать, конечно. Слушайте, у нас ночь. Ночь, нож, два кастета. Все, у нас врагов нету. Пойдешь, должны прийти где-то. Когда же? Ну, может, потому что у меня очень легкий уровень выставлен. Ну, ладно. Ну, и ладно. Че, гномики? Надо работать. Надо, понимаешь ли, работать. Давайте, первую комнату будете делать здесь. И чтоб вода в нее не попадала, у нас хоть будет под... Хотя все равно мне вот это надо выдалбывать, да? Ну, я обычно делал так вот, на маленькую комнату. Вот это привидение. Но оно ничего не ворует, оно раскидывает вещи. О, откуда у меня... Оно мне подкинуло горгуллю, блин. Мочи горгуллю, мочи призрака. Ну, это погибший гном прилетел. Он так вот шахтер. Шахтер прилетел, он сидит за свою погибель. Население выросло, мы достигли левела, поэтому да, ой, сквозь, 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 сквозь. Недалеко у меня враги идут, ребята, готовимся к бою. Так. Сто тридцать у меня. Раз. Два. Раз, два. Девочку я хочу стрелком сделать, а... Огняное. Пока ей оружие покупать... Придется, наверное, потом поменяю. Тридцать... Тридцать... А, тридцать пять могу. Самая классная винтовка. Могу взять. Так, киваха. А, блин, они ж... Они ж еще не забрали, да. Тут все предметы надо забирать, поэтому идите в бой. О, книжечка выпала. Книга пловца. Лучше всего, конечно... Вот. А, она и так, пловец. Лучше всего, каждому из них пловца делать, потому что с водой очень сильно много дела они иметь будут. Поэтому... Будем делать пловцу. Они тогда реже тонуть будут. Не знаю, оставлять вот такие. Давайте первые норы будут на два этажа. То есть, на две клеточки. В принципе, люблю большие хоромы на... Три клеточки, но их строить немного тяжелее. Три-четыре клеточки. Ну, пускай первые на две клетки будут. Давайте, мочите. Кстати, вот тоже, благодаря одному из модов, выпадает вот так вот больше халявы, больше всего классного встретят. Но это правильно. То есть, монеты выпадают, какие-то предметы, оружие выпадают. Ну, соберите ж вы, блин, вот это вот все. За гнома Родину. За гнома Сталина. За гнома Патролян. Главное, не за гнома Евро. О, нам еще при переходе уровня дают кое-какую халявку. За выполнение заданий. Гнома, атакого она? Да сейчас подо... О, у меня новая гномка, блин. Новая гномка, оружие. Доспеха пока на нее нету, да? Я девочек буду стрелками делать. Так, а найдю же мне тебе хватит, малышка. Малышка она, мышка. Так. Так. Так, так. Походу хватает. Вообще хватает. Так. Инструмент. Рюкзаки, не помню, купил? Купил рюкзаки. Давай, собирай, собирай все другое. Вот видите, он рюкзак выбрасывает весь, когда бой начинает. И рюкзак вот позволяет вот такую вот дному таскать груз. Кивер и мундир пока остался. Так, гномочка, она у нас будет... Она у нас стрелком должна быть. Не донес пока еще пацан. А то тут то ли подрались они в этом месте, а то... Ну да, мы же дрались. А на маме. А к мы земли немножко наковыряли. Мы земельки чуть-чуть совсем наковыряли. Ставим пока здесь. Будем оформлять потихоньку гнома дом. Дома гном. Так. Не это я хотел. Девочки, у меня стрелки. Вот это бесконечно. Обычные заряды, они слабенькие, они бесконечные. Они автоматом как бы будут брать лучше. Ты-дынь, ты-дынь, ты-ды-ды-дынь, ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Тапочки забыли, девочки. Его же босиком шалуркаться. Опа-на, еще одна девочка у нас. А че, погоди. А, вот. Ружо. Будет у тебя ружо. Так, погоди, я первое я дал. Первое я дал. У тебя тапочки. Тапочки надо одеть без тапочек. Это же не культурно. Это же не... А тебе ружья нема. Тебе, моя милая, ружья нема. Ладно, мы переходим до гномов, даем им шашки. О, у нас один мужчина, и у него целый гарем девочек. Да? Вау, аж, вот это у нас еще и без кепочки. А я че-то думал, что у меня мужик будет. Хельга. Вон, вон, ну, тоже эта девочка, по-моему. Ладно. Хотел, чтоб все девочки были стрелками. Будет она у нас с шашкой рубаться. Будет с шашкой бегать, бегать, рыбать, рыбать. Вот так вот. Вот так вот. Сделали мы дело. Гномов подразвили. По чуть-чуть. По чуть-чуть гномов подразвили. Да, у нас тоже, кстати, есть одна небольшая халява. Будет ставить верхний люк. На дворе пока у меня нема. А, нет. У нас люка готового нету. Надо делать люк. Да, мы будем ставить люк. Люка Скайуокера. Так. Пакелай сделаем. Но люк они, к сожалению, не закрывают, не открывают автоматом. Поэтому, когда пойдет дождь, вот сюда вот все это дерьмо будет к нам литься. Литься заливаться. Поэтому надо обязательно будет тут какой-то барак ставить. Барака Обамы мы поставим. Мы поставим барака Аракам. Так. Экономики застыгли. А все почему? Потому что кто-то хочет себе долить экономий настоящий пыльной на попыток. Не выливайся на стол. Ай, 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 ай. Так. Смотрите, я как бы барик. Бурочкой пыльной себе туя налил. Буду радоваться жизни. Так. Первая комната. Так. Но мы наши застыли. Они ничего не делают. Поэтому отправляем их. Арбайт. Следующая комната у меня уже будет на хорошую этажность. На три клеточки. На три клеточки. И пока я трогать не буду. Эй, ну. Хотя погоди. Нет. Эпитаж у нас каличный получится. Дальше мы, возможно, достроим. Дело в том, что земля тоже Ценный ресурс, поэтому Из нее делается глина У нас показывают Новые какие-то вещи, которые мы Пополучали О! Шапочку дали Шапочку дали, девочка гномик На тебе более симпатичную Шапочку Это тоже благодаря модам Уши летучей мышки появляются Там можно ангелучков и бесов Делать из наших гномиков Всякое разное Так, первый Ископаемый ресурс Тут дырку надо заткнуть Полюбе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот полоска, вот она будет заполняться Мне дубинки эти, в принципе, уже не нужны Но мне их придется скрафтить Чтоб я мог добиться, добраться ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот видите, у меня дерево технологии Открылось Дубинки Ай, и она так достаточно интересно Получается у нас, она где Вот наш инструмент, и у нас дальше Открылась мебель Из оружия инструмента Из оружия инструмента у нас мебель открывается И потом отготовка откроется Новый гном, немножко денег Да не выполнил Соберите камни ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, длинненькие гномики Таскают, какой груз на себе Длинненькие, 165 монет Расслабился Надо раскупать Так, у меня девочка нарисовалась Девочка еще такой, с крылка И вот Вот это Не забывать Рюкзак Это два, возьму на всякий случай Сразу возьму По паре штук Так Пивчуля Рыжеволосая Момо-женщина Она у нас кузнец Они не хотят Они ходить сюда забирать Вот это все добро Надо постоянно этот Перепорт открывать У меня маны Ну, кстати, тут без разницы Они все делают все На задания Тех профессий А вот тут Игра прогномиков О которой я рассказывал Которая такая полу-3D Там они по-моему Именно по специальности Работать должны Они работают Вот не помню Самостоятельно или нет Ой, надо будет ее скачать Надо я просто не помню Как она толком называется Но надо будет ее скачать Эту игрушечку Скоро, кстати, гномы будут жаловаться Что им кушать нечего Кушать им нечего Но раз мы с ними зарабатываем деньги Подумая уровень Надо посмотреть Надо посмотреть на меблю Сразу подыскать им Стол А, ну, правда Стоит все так недорого Очень недорого Вот, кстати, подожди А эти бабы купим Ну, баба не так выглядит, конечно Как мужик Но бабу стоит Ну, копейки Такая вещь должна стоить подороже Печка Сразу купить развитую печку Чтобы с Костромным учатся Так Что я хотел Вот, да И опять Вот так Вот так вот я сделаю И тут я, если что, наверное Блин Тут я хотел сделать место для этих Для животных Домашних Кстати, у меня 24 монеты есть Я, наверное, могу сразу Купить Только я не помню Где это находится В мебели В мебели, да Пролистал я Оооо Кошечку давайте Одну кошечку мы купим Постепенно у меня Возникают мысли Не поиграть ли мне в симул У меня в четвертых симах Начатая игра есть Я планировал там В зомби апокалипсис Поиграть Седание выполнено Планировал Вот видите Лесенки они применяют Они могут подняться Довольно-таки Неплохо С помощью лесенок Кто-то ушибся что ли Не-не Ооо Газы пустил Так Вот это место Да Я как и планировал Вы забрали чуваки Походу забрали Да Походу О Кого А Улиточку забивать Побежит Бежит забивать улиточку Вы столы Погоди Где столы новые Которые купили Забрали что ли Портал открытый Чуть-чуть я не понял Я что-то накупал А вот Кто-то тащит 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 Сейчас появится Так Котов Заводим Котов Уже зарасти успела Такой кренью Пакела Пакела надо ставить По-моему Когда пакела стоят То не зарастает Так И вот у нас Есть классные столы Для хавочек У меня по идее Хавочка уже какая-то есть У нас будет Ага Лесенку Тут надо Проделать А вот эту вот дырку Надо Дашпандеривать Вот и наш окошечко Коробку пенится Оно само потом Все равно Расти не будет Хоть и дикая Когда мы Все это добудем На тебе Литочка Что у меня гномы Не одеты А почему без мундира А почему без рюкзака Так Есть мундир Есть А оружие Ты у меня стрелком будешь Все остальные гномы Одеты Одеты И обуты Вот этот Конечно Ага Могу В угол Светильник Засунуть Давай В угол Светильник Что Давай копай Что ты стоишь Молодец Шапочку сняла Мешает обзору Такая Кепочка Так вот Это можно Тоже Снести У нас вода Все равно Проливаться Ниже Будет Так Вот тут Все сделали Да Ну вот Так вот На самом деле Гномы Не делают Это мы Делаем Лепим Стулочку И по шведски Стол У нас Так И стулочку С другой стороны О Мочите Мочите Тварь Погоди А что У нас Ада Все Закономерно Ну что Ну что Вот Чего Мы там Удалили Слой Плодоносный Подобрать Не успели Еще О Кто-то Скелетов Навалякал Молодцы Гномы Что У нас Похоронение Нам Подкинули Стартовым Бонусом Немножко Мясо Рыба Салатики Пелко Прошу 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 Так Пилку Закусочки Будем считать Что это Прянички У нас Соленые Так Погоди Пилком О Яичница Рыба Рыба К пиву Идет Рыба Яичница Так Вот Походу Всю еду Мы распределили Яичница Яичница По сравнению По сравнению С кайзерлихскими Касками Деньжонки Деньжонка Как хранить Деньжонки Будем потихоньку Излишние дыры Затыкать Потом все равно Все это будет Перестраиваться Кошечка Как беса Бесика Замочила Пяти столов Для вот этой базы Хватит Лучше Всякой крыши Добыча железа И угля У нас войнушка Вот я могу Героя Построить Ну пока еще Наверное Рановато Погодите Герой Где его Вот Баштан Героя Надо купить Блин Вот с наемниками Я не совсем Понял Как эти наемники Работают Покупки Нигде Ж ничего Этого нет Наверное Мод не работает Просто Ну да Хотелось бы Сейчас еще И наемников Бусины Завести Для охраны Базы У меня Новая Гномка Появилась Оружева Нема Я же сказал Гномки У меня будут С пленками Это чертеж Статуи Нужен будет Меч Сталь Сейчас все будет Очень серьезно Кто не прилетел Вдруг волшебник Голубой Вертолете Походу Ну где ты В болото Пока нет на этом спасибо так я хотел дружи ружье ружье я купил не нужна сталь да сталь сталь до на сталь на шерсть и мне нужен железный меч так и чё еще хотел девочки ружье купил ах тебе не помню портал я тут хотел открыть заберите швы вот это в яичницу кто-то вот еду и рюкзак надо было взять а мне есть закон не есть так так все равно мы не д д д кольцо кстати а давай тебе кольцо жизни будет лечиться по себе и создать мебель заходим статуя блин а мне надо статуи героя пока еще нету да рубайте пожалуйста территорию вот тут тогда получается зал для героев надо делать не можно конечно статуи героев как украшение ставить делать отдельный зал или ставить давайте пораскидываю или музей сделать не вот тут музей пойдет блин а тут пойдет музей так а вот это я могу где-то влепить где-то влепить ну давайте здесь будет будет вестибюль у меня тогда обычно на первом этаже либо ферма то есть эти поля либо скотный двор но будет у меня тут вестибюль возможно что-то еще куда-нибудь забачу еще один гном еще один гном а что-то гнома мне дали а уровень не повысил то есть гнома мне дали в награду за что-то шашка у меня по моему свободно есть это героиня наша мы ее одевать не можем а это смеет героиню как раз блин потратил деньги мне как раз героиню показали так вроде бы как мы мы пока не знаем из чего именно только кирпичная стена это мы пять штук кирпичных стен подняли субьенных монстров так а что у меня на котов еще надо будем покупать кошачьи лоточки 15 давайте одну собаку купим и все 1 и 1 так это у на дыру надо заделывать свою зону. Сейчас начнет заливать. Так, а где у меня наш тотем? Наш тотем. Пора уже определять свою жилую зону. Довольны. Значит у нас выхода в открытый космос нету. Либо свободное пространство. Вот он показывает зону действия тотема. Подземный бункер, гномобункер. А в гномобункере живут гномопункеры. Ну то есть гномы панки. То есть шпана. Так, вы собачечку мне подобрали? Где мою собачечку? Да, подобрали мою собачечку. Давайте собачечку поскотечку. Пока дырку не делаем. Плохо, что они не закрывают люк. Ну то есть вылазишь, закрыла люк. А то ко гному проходят. Ну нету такого. Чтобы вода не попадала сюда. С другой стороны, как бы в глубине можно вообще подземное озеро сделать. Для рыбы там, для всего такого прочего. А надо будет провести эксперимент. И сделать типа сток воды. Нет, не буду. Потому что будет совсем это паршиво. Будет все равно эти уровни заливать. О, мне ломают. Вот это то, что я построил. Естественно, они не ломают. А то, что я построил, они ломают. Давай. Это наша героиня пошла, да? Кринячить своим молотом. Торка. Наша героиня Торка. Как ее, кстати, зовут? Палагин. А, это мальчик. Я смотрю, подлепо отрастил, как баба, блин. Еще губки накрасил бы себе. В общем, палагин у нас. Наш палагин пошел мочить. Коленца. Так, давайте мы... Ага. Надо снести дерево. У-у-у-у. Бонзай. Хейка-лейка. Бонзай. Хейка-лейка. Бонзай. Хайвер-гномы. Мочите в хваль. Хайвер-гномы. Мочите эту хваль. Хайвер-глаза. Хайвер-глаза. Я вообще поначалу боялся, что этот ящик Пандоры будет гномов выбирать. А нет, но чаще полезно попадается. Ну, давайте летите, гномы. Ну, что, шахтерская удача, у нас руды выпадать будет больше. Ну, еще скелетик, уже день, исчезай, скелет. Тебе пора. А ну, это я подтупливаю. А где мой дом родной? Мы будем добывать больше роды. Больше роды. Пока действует баф. Баф от ящика биндюрки. То есть Пандоры. Поэтому пошли. Не, ну кто-то скажет, тут ж модов понаставил бы там это. Покупать все может, а им все равно придется добывать. Да хрена, как надо будет всего этого добра. Наша жаба-собачка появилась. Жаба-собачка. Так. Новых гномов нет. Одевать никого не надо. Так, на дороже. О, 35 она стоит. Не могу купить ружья. Чуваки, принесите монеток штук пять, пожалуйста. Где-то вот, гляньте, монеты лежат. Да ну что вы. Гляньте, выпала эта самая тележка. Как ее? Как ее? Блин, не хотел сказать. Катафалк. Катафалк. Как же ее называют? Вагонетка, блин. Вагонетка с детства. Помню вот это вот, когда по нашему краю едешь на автобусе к бабуле, блин. Эти вагонетки на терриконах ездят. Он с тех пор запомнил вагонетка. Они вот такие маленькие, кажутся издалека. А на шахту попала, а маленькая, уяренькая, блин. Вот мы можем ловить рыбу. Я ж ходе удочки покупал, да? На рыбалку. Но мы... Рыбалка полезна для здоровья. Она приносит умиротворение. Буль, буль, буль. Вот гномы любят тонуть. Если сильно долгий, долгий вот этот заплыв. Когда по поверхности нет, а под водой, они иногда тупить начинают. Это жутко бывает. И тонут, тонут, тонут. Гномы атакованы. Вот все гномы. Мы разобрались. Халки вам пока хватает. Вот у нас зона. Она расплывается, расплывается. Ну, тотемы, кстати, тоже благодаря модам покупать можно. По-моему. Не знаю, можно было раньше или нет. Еще туннель какую-то откроется. Ешкин кот, сколько добра валяется. Погоди. Я не помню сейчас, где лежат заклиналовки. Походу у меня еще нет заклиналовки, да? Просто можно дальше. Будет. Будет, будет, будет. А что будет? Шашлык из тебя будет. Заклинание. Применять импов. Вызывать импы. Они носят по одному ресурсу. Но все равно как-то облегчают работу гному. Жалко, на импов нельзя одеть вот эти вот. Креновины. Слушайте. И я могу покупать домики для импов. Они сильно не видны, но они как-бы все-таки есть и работают. Я два домика куплю. Арабские какие-то экономики. Ифи, ифи. Что за ифи, ифи? Хотя давайте я тут ему лестницу, я специально от деревья удалял. Лестницу тут поставить. Ну, достаточно возвышенно. Если будут, конечно, ливни, блин, наводнения, то вот это затопит. Надо будет все-таки замок возводить. Эй! Не попал по курице. Да, кстати, что у нас тут? Да, вот это вот хреновое место. Почему? Тут есть определенная зона, которая вот занимает вот этот энд. И он у нас, когда мы его убьем, он потом воскресает. По-моему, вот до сюда он занимает. И вот именно в эту точку приплывает пиратский корабль. И тут совсем мало места для форта береговой обороны, где я люблю пушку выставлять. Я пытался, ну ладно, надо будет попытаться. Вот маяк, который надо будет восстановить, чтобы мы могли вызывать пиратский корабль. Так, ладно, я далеко от дома ушел, но пока еще маленькие, слаборазвитые. Недоразвитые гномы. Так, импы. Что, вы до сих пор не забрали импул? Уваки, блин, да ну? Погоди, ну как? Кошечки, собачки, по-моему, тут были или нет? Не, нет. О, у меня катапульта уже есть. С кого-то мы подняли. Ну как, я ж покупал домик для импул. Не принесли еще, значит. У кого-то рюкзак большой, он куда-то позвездовал еще что-то там собирать. Так, а ты чего бегаешь там без рюкзака? Ну, в общем, вот так вот мы построим в Номи Мир. Тут много всяких приключений, инопланетяне, пираты, драконы, облинцы. Чего тут только нет. Имповые хатки принесли. Сейчас. Построю пару имповых хаток. И, наверное, на этом видео буду заканчивать. У меня новый гном же, да? Нет, пока не появился. А, появился новый гном. Мальчик. Поэтому мы ему даем шашку. У нас есть мандир. У нас есть каска. И у нас есть, слава Богу, рюкзак. Он у нас кузнец. Ну, пока мы ничего другого учить не будем. Пока книжки мы побережем. Потому что пока гномы могут и помирать у нас. Ну, ты, ух ты же. Мастальжейс. Мастальжейс. Она 30. Во. Маньяком. Гном-маньяк. Ты же оборудовый маньяк-гном. А, и тапочки. Тапочки кожаные, не белые. Я попрошу заметить. А, 16. Скоро у нас будет битва очередная. О, а уже зомби лезут. Вот тут кошечка у нас. Зомби и хвенячек. Нежить и гоблинцы, по-моему, не тонут. Но гоблинцы, может, конечно, и тонут. А вот нежить нет. Неживая у нас и собачка пришла. А, ну опоздал. Наш тузик опоздал. Так. Ещё так. Только не гейти, что он доступен. Новый герой у нас. О, крушение НЛО произошло. Забышку. Подяжку. Летите, пацанусы. Давайте, добудьте нам НЛО. Имбы появились. Всё-таки имбы появились. Летаю. У меня как-то первый раз, когда я запускал, я не знаю, почему-то долго этих импов не было. Вот тут эти собачки и кошечки полезны. Кошечки, они, когда шарятся по базе, базу защищают от крыс. Собачки, в общем-то, врагов очень неплохо лопят. Ну, а импы, они просто помогают всё собирать. Поэтому вот этот этаж у меня будут занимать кошечки, собачки и импы. Вот это всё-таки будет зал героев, единый зал героев. Ну, пока, извините, номер Кроватского вам не построил. Я могу, кстати, уже начать покупать себе нового героя. Двадцать тысяч. Удвардс. Ладно, Удвардс. Удвардс. Надо взять вот это. Шкура. Если у меня шкура в запасе. О, у меня появилась ещё одна голова вот эта. Тотем. Так. Заберите голову Удвардса. Создать Удвардс. Голова нужна. Да, всё остальное есть. Сейчас голову принесут, и у меня будет новый Хироу. Эй-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Подожди, пока не донесли. Я люблю украшать жилища героев. Картина зеркала, флаг, щит. Давайте, наверное, вот флаг будет вот этот, вымпел. Там будет у меня торчать. Подберите. Голову подобрали, походу. Так, погоди. А, блин. О, дождь пошёл. Сейчас заливать начнёт. У меня тут озеро будет образовываться. Сюда пойду слетать. Конечно, надо будет всё перекрывать. Ну, это в последующих сериях будет. Ой-ой-ой. Это очень нехорошо. О, слишком много. А вот это то место, где гнома заколбасила, и он, падла, может утонуть. Иногда они не входят. Телепорт в воде ставишь, тогда он, бывает, спасается. Ну, очень часто уходит так. Он не может спасти. Он может помочь в этом деле. Да, это можно, конечно, было бы, если б мод на деньги не стоял. Это можно было бы самому крафтить, но на очень поздних уровнях. Поэтому, вот это я куплю и не сразу. Я не хочу, чтобы их могут утонуть. Мне абсолютно не нравится. Зомб сгорел. Ну, видите, если солнце сожло зомбя, то всё имущество его тоже исчезло. А если мы убьём, то есть, мы даже навестись на этого не можем, на скелетика. И уже не атакуют. Солнце взошло, даже не стреляют они по нему и всё вигнали. Вот так вот получается у нас. Гном-маньяк. Первый гном-маньяк у меня появился. Женец. Моток для еды. Я хотел же в печку купить. Погоди, я же похудел. Покупал печку. И потом. А, в печку голову ещё не принесли, ребята. У кого-то она в рюкзаке, а он пошёл собирать лесы, поэтому он голову ещё не донёс. Ну, тут им импы как-то заводятся, но они не особо сильно видны. Они как-то, вот смотрите, он телепортится, раз-раз исчез. Я думаю, они вот как кошечки будут шалвор конца. Ещё три импа. Импы помогают добывать очень неплохо ресурсы. Они носят единичку, но, ого, разобрали НЛО и можем вызвать одному. Но могу сказать сразу, если у тебя не развитое поселение гномов и мало, лучше пока не стоит. Ну, в общем, импы такие вот они, духи. Духи малозаметные. По-своему, тусят. Но, тем не менее, помогают новому. Так, что я там? О! Маху, да? Маху построить. Сейчас надо какое-то время. Но, опять же, нам ничего не нужно. Это не какой-то мастерской зубы. А, подожди. Я же хотел вымпел. Ну, так, чисто так мешает. Я понял. Убирайся таблица. Вымпел? Нет. Слушайте. Он сильно низко. Вымпел наверху. Ну, и вот. О! Да? Сплин. Факел мешает. Ага. Ну, извините. Такая примхливая людина. Хочу, чтобы было по красоте. Давайте, пацаны, заберите. Ну, в рыбку прилетят, конечно. Ну, хоть вазочку с цветами. Все-таки тут героики потусуются. Ихние статуи стоят. Надо отставить. Походу, заправить сейчас донесу. Так. Давай я вот его. Спорей что-то поставлю. Вот так. Вот так вот. Вот так вот будет хорошо. Вся. Вот у нас рыбка завелась. сейчас она и появится новый хироу население выросла у нас появился новый пироу вон он оборотень что-то он взбесился стал волком я успокоился но наших героев и не героев заданий в общем то уже нету практически и на этом я серию буду заканчивать спасибо всем за внимание если вам понравилось было интересно пишите ставьте лайки просто уже задрали игры которые надо играть не вживую а по механикам поэтому мне нравятся более интересные игры которые тоже имеют свои механики но никто не задрачивается на этих механиках потому что выиграете почти никто не играет поэтому всем доброго здоровья всем то у нас не киберпанк не механизировался а киберпанков с электроника в голове вместо души мы будем нахрен выжигать сонцы плюками так что все кто не с нами кто против нас до свидания кто с нами доброго здоровья заходите будет еще новое видео по всяким играм старым ну хорошим душем спасибо за внимание сейчас должно быть будут убивать